В период внедрения инновационных процессов специалисты всегда сталкиваются с рядом профессиональных трудностей. И это обычная ситуация, отмечает приглашенный эксперт. Хотя сам Марк Поташник себя называет пропагандистом федеральных государственных образовательных стандартов. Проект этот масштабно серьезный и глубокий. По словам профессора, реализация новых стандартов требует самообразования учителей. И это работа на года. Разъяснения, как нужно работать в новых условиях, предложенные в одном из 500 методических пособий Поташника. Но объяснять основную суть госстандарта, разработанную Федеральным Институтом образования, профессор предпочитает лично. И подчеркивает, чтобы работать в школе, теперь одних предметных знаний недостаточно. Знания предметные, метапредметные незнания компетенции и личностные результаты. Метапредметные – это те, которые связаны с мышлением, с развитием ребенка. Личностные – это те, которые связаны с воспитанием ребенка. Просто эти факторы раньше не оценивались, а теперь они по стандартам должны оцениваться. В этом смысле федеральный государственный образовательный стандарт находится в полном противоречии с единым государственным экзаменом. Поэтому либо менять ЕГЭ, либо отменять ЕГЭ. Либо так, либо так. Федеральный государственный образовательный стандарт пока официально работает в начальной школе в Сочи в рамках пилотного проекта в 7-9 классах. С введением новых стандартов, отмечает доктор педагогических наук, будет введен и эффективный контракт, в котором будет прописано, что учитель обязан делать и уметь. От профессионально выполненных обязанностей будет зависеть и зарплата преподавателя. В полную силу в ГОС вступает с 1 января 2017 года. И наравне с обучением уделять внимание воспитанию станет главной обязанностью педагога. На сегодняшний день в нашем мире, достаточно сложном мире телевидения, соцсетей, это приобретает особое значение. В мире, когда семья несколько удаляется, да, и ребенок остается один на один со своим гаджетом. Да, воспитание – это важнейшая роль, как никогда сегодня.